Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в хадисе рассказал, каким образом предсказатели, экстрасенсы, колдуны и им подобным узнают информацию о том, что будет с человеком. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в хадисе упомянул, что шайтаны собираются друг на друга, и показал пальцами вот так. Они собираются друг на друга. Те, кто не знал, среди шайтанов есть те, которые ползают, есть те, которые ходят, и есть те, которые летают. Это одно из творений Аллаха. Опять же, нам о нем известно и мало. Они собираются друг на друга, добираются до первого неба, и украдкой подслушивают разговоры ангелов между друг другом. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, если повелевает кому-либо из ангелов, либо же повелевает ангелу смерть, либо рассказывает кому-либо из ангелов относительно того или иного своего раба, ангелы делятся этим между собой, что с тем-то произойдет то-то, с тем-то произойдет то-то. И когда шайтаны, поднимаясь до первого неба, они украдкой слушают. И если они услышат хотя бы одно слово, они тут же передают его вниз, пока не произнесет его колдун или предсказатель. То есть пока не донесут они это до колдуна либо предсказателя. И Аллах, субханаху ата'аля, говорит в Куране о том, что Аллах создал звезды на небесах украшением для неба, а также для побивания каждого шайтана, который украдкой подслушивает. Когда падают звезды, это не время, когда нужно загадывать желание. Это не время ожидания чего-либо хорошего. Аллах, люди глупые. В этот момент Аллах побивает шайтанов, которые подслушивают украдкой. И те места, где часто падают звезды, значит в этом регионе очень много колдунов и предсказателей. Если в регионе мало падают звезд, значит в этом регионе меньше всего предсказателей и колдунов. Но люди по причине своего невежества, они загадывают желание. Они просят у звезд или у этого события, чтобы оно что-то добавило в их жизни. И всю жизнь мечтают, что это случится. Не зная элементарного и простого, что Аллах поведал человеку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok